Здравствуйте, уважаемые подписчики! Продемонстрируем вам сегодня на нашем столе и стендовом столике, как правильно устанавливать разъемы. По многочисленным комментариям было понятно, что многие люди не знают. А мне кажется, даже не понимают, как нужно правильно устанавливать разъемы. И вроде бы даже многие люди приходят к нам в офис, задают такие непонятные вопросы, как нам это сделать. Но на самом деле все очень просто. Давайте начнем с самого простого, это RG6, обычный телевизионный кабель, как он правильно должен зачищаться. Возьмем самый дешевый кабель, дешманский, 7 рублей метр. Такой вот. Для самого дешевого кабеля нужно применять самый дешевый нож. Вот такой. Зачищается, значит, как вообще? Ну, где-то, наверное, миллиметров 15-12. Примерно 12 миллиметров 15. Не надо экономить, пытаться там... Примерно вот, палец положили, нажали, провернули. Не получилось с первого раза, потому что ножик говно. Ну, в общем-то, снимается. Сняли. Если сильно нажали, соответственно, срезали волосы. Значит, ножик не нужно брать сильно острый. Оплетка загибается наружу вся. Желательно равномерно. Фольгу можно загнуть, можно не загнуть. Хороший кабель от дорогого чем отличается? Вот сейчас сразу продемонстрируем. То в хорошем кабеле оплетка, она вплавлена в изолятор. То есть вот она, фольга, она отвалилась. Медная. Все, убираем этот мусор. Значит, зачистили мы примерно 15 миллиметров. Отступаем от самого края еще миллиметра 3 где-то. Не надо меньше, не надо больше. Можно 3-3,5 миллиметра. Снимаем. Вот тут у нас как раз очень хорошо видно. Надеюсь, я думаю, что будет видно на камере. Кабель попался не очень качественный. На нем видно потемнение. Сейчас поможем увеличить. То есть вот они следы коррозии или брака какого-то. То есть если вы это видите, соответственно, нужно взять ножичек и вот такими движениями убрать. То есть контакт должен быть правильный. Не должны быть вот эти такие окисления, ржавчина. Ну уж если так попалось, такой кабель и он уже лежит, то... Хотя кабель новый был отрезан, абсолютно новый. Вот кусочек мы взяли. Значит, все. Зачистили. Дунули. Берем разъем. Естественно, самый дешевый. Почему 3 миллиметра? Вот здесь вот 3 миллиметра. Потому что здесь фаска где-то примерно в разъеме полтора миллиметра. Плюс на конус. Как раз она вот так вот у вас и оденется. То есть вот заход примерно... Держание будет порядка 9 миллиметров. То есть в резьбе. Заворачиваем. Заворачиваем. Должно быть как-то так. Сейчас фокусируйтесь. Видать? Вот так. Не нужно наводить. Вот. Сравнялся. Значит, дальше берем пассатижи, бокорезы, что у кого есть. И примерно отступаем вот здесь вот, от края от этой поверхности, миллиметра 3. И откусываем. Берем. Ну, примерно вот так вот. Нет, нет. Откусили. То есть, ну вот здесь даже, наверное, 4 миллиметра получилось у нас. То есть можно, в принципе, еще чуть обрезать. То есть вот идеальный вариант разъема будет вот такой вот. Вот. Оплетку можно либо термоусадкой закрыть, либо замотать изолентой. Давайте замотаем изоленту. Она у нас есть, приготовлена. В принципе, мне больше нравится изолента, нежели чем термоусадка. Наматывать нужно с натягом, а не просто намотать, чтобы изолента чуть подрастянулась. Буквально 3-4 витка. И вот он разъемчик. Сейчас зачистим еще раз обратную сторону, уже хорошим ножом. И потом сравним с другим кабелем, покажем, в чем разница кабелей еще. Ну вот, сейчас зачистилось хорошо. То есть, давайте соберем вот эти волоса сюда. Фольгу отдельно. И изолятор отрежем. Немножко его снимем. То есть, вот примерно вот так вот это должно быть. То есть, фольгу можно как завернуть, так и оторвать. Равноверно распределить волоса. Ну, соответственно, по всему. И вот примерно здесь должно быть, вот здесь вот должно быть 3 миллиметра. Разъем готов. Берем другой кабель. РЖ-6, камп-скоп. Такой он уже грязненький, но не суть. Все то же самое. Также те же самые 15 миллиметров. Не надо экономить. Экономия к хорошему не придет. Что мы здесь видим? Вот уже проволока, оплетка, она уже более упругая. То есть, я думаю, что должно быть видать на кабеле. То есть, если сравнить вот с этим вот. Вот. Соответственно, плотность экрана здесь лучше уже. Вот такой вот кабель. Уже оплетка вплавлена непосредственно в сам кабель. То есть, ее уже оторвать нельзя. Соответственно, экранировка между центральной жилой и экраном, а именно оплеткой, вот этой фольгой, она уже не меняется. То есть, как бы она стоит ровно. Нет смещения такого. Если это там было видно. Было видно, нет? Вот. Ну, соответственно, так же. Оступаем 3 миллиметра. И срезаем. Сделай. И два вместе. То есть, вот, значит, что мы видим. Сейчас мы здесь чуть побольше выдвинем. То есть, вот мы зачистили два кабеля. Так вот. Значит, теперь мы снимем один изолятор и другой. И продемонстрируем разницу. Это дешевый, это более дорогой кабель. То есть, этот у нас легко сжимается пальцами. Вот он, изолятор. Привлезет по куче. Нормально. Все, не могу. То есть, легко сжимается. Этот же сжать до усрачки невозможно. То есть, видно, уже палец покраснел. А он форму практически не потерял. То есть, этот просто. Просто сжимается. Вот он. Этот нельзя. Что это дает? Это как раз и есть разница в изоляторе в том, что центральная жила относительно экрана по кругу, она при небольших таких вот изгибах, скажем, при вот таких изломах, здесь уже, можно сказать, центральная жила уже пошла туда по внешнему радиусу изгиба и, соответственно, уже нарушился кабель. Характеристики кабеля. Ну, это отличие кабелей. Небольшое отступление. Соответственно, берем уже подороже разъем, уже получше. Что еще советуем? Когда вот такой вот кабель, когда хороший, то лучше, конечно, когда оплетка осталась, соответственно, на изоляторе, ножиком, вот так, скажем, ее вот так вот отодвинуть. Ну, для надежности. Чтобы не было заусенцев в сторону. То есть, чтобы оплетка не приближалась в какой-то момент к центральной жиле. Вот этим, да? Ну, соответственно, заворачиваем. Здесь уже кабель, он чуть толще и уже, ну, неважно, в принципе, можем взять и такой разъем. В принципе, одинаково будет. Но уже руками его будет крутить тяжелее, потому что изоляция толще у кабеля. И руками уже крутить сложно. Лучше-то делать пассатижами. Все, вот мы, значит, сделали. Все то же самое у нас. Вот он. Здесь немножко не дошло, потому что здесь фаска больше. Здесь она была 2 мм, там 1 мм. Ну, все прекрасно. Откусываем. Кусается уже эта проволока лучше центральная жила. Вот она. Что еще? Еще можно сравнить. Сталь не мг. Сталь не мг. Но, мне кажется, вот здесь сталь тоньше. Сейчас мы попробуем зачистить и сравнить сталь. Мне уже интересно. Такое ощущение, что... Хотя, может быть, и нет. Может быть, мне кажется. Мне кажется, одинаковый, да? Но вот эта вот кусается лучше на дорогом кабеле. Она кусается лучше, нежели вот эта вот. Даже можно по звуку продемонстрировать. Я думаю, слышно должно быть. Так вот. И вот эта вот. То есть, как-то и по звуку, и по мягкости. То есть, она жесткая и отлетает. А здесь как-то вот. Ну, еще раз. И здесь же. Какие-то свойства провода другие, абсолютно. Так, ну, положим. Дальше перейдем к еще простому кабелю, такому дешманскому. Это RG58. Многие любители применять, особенно в Китае, эти кабеля для сотовой связи. Но у многих возникает вопрос. А как же его зачистить? Для этого же должны быть специальные разъемы. Так скажем, под RG58, например, такой. Или под SMA такой. Там под N еще бывает. Но мы-то люди простые. Мы-то хотим посэкономить. Соответственно, надо сюда RG6 одеть. Потому что с этого кабеля самый дешевый способ прийти на SMA или на N это одеть RG6 разъем. Но, видите, не держится. Что делаем? Делаем три витка изоленты. Два с половиной. Отступаем примерно 15 миллиметров. Нажимаем раз, два. Ну, наверное, три хватит. Все. Кабель увеличили в диаметре. Ну, практически там, допустим, сравнялся. Соответственно, там, я думаю, что он зайдет. Делаем все то же самое. Зачищаем под корень изоленты. У нас вот очень многие люди приходят, спрашивают, а как же нам на SGA-58-то разъем поставить? Мы его сломали SMA. Мы им даем, а они не понимают. Не смотрят как нас на баранов и не знают, что с этим делать. Вот снимаем. Значит, вот что у нас получилось. Соответственно, если мы сейчас F-разъем сюда будем одевать, вот видите, слабовато. Болтается. Значит, надо еще добавить виточек. Количество витков зависит от толщины изоленты. Я думаю, что витка полтора, наверное, будет достаточно. То есть, подобрали размерчик. О, видите, как уже тяжело. Ну, с учетом оплетки будет хорошо одеваться. То есть, вот она, значит, оплеточка наша. Здесь кабель тоже дешевенький. Кабель используется сейчас от триколор этого усиления связи. В общем, у них дешевые кабеля. То есть, здесь даже не стали использовать фольгу. Здесь вот просто сразу. То есть, заворачиваем все это дело. По той же самой старой схеме, старым дешевым ножиком. 3 мм отступаем где-то. И срезаем оплетку. Это у нас 50-омный кабель. То есть, вот. Можно сравнить его с RG6 по толщине. RG6 чуть тоньше будет. Тэд, да? Подвезел. Ну, соответственно, надеваем наш разъем. Уже здесь у нас толщина кабеля должна позволять спокойно его накрутить. Накручиваем. Ну, можно руками, можно пассатижами. То есть, вот как-то так. То есть, ну, сейчас я сразу отрежу. Чтобы было видать. То есть, вот что мы получили. Да, мы получили, что изолятор по краю не до конца доходит. Но по факту мы поставили сюда F-разъем. Да, да. То есть, вот. Так же, соответственно, можно... Ну, желательно замотать изолентой, чтобы разъем уже не смещался в сторону. Видео длинно, наверное, получится. Даже горло пересохло. Так. Значит, что? Попробуем надеть другой разъем уже сюда. Берем эти потроха. Хорошо. Хорошо пошло. Давайте теперь сюда оденем. Значит, ну, есть такой разъем TNC. Ну, что нашли сейчас по-первыхому, по-быстрому, то и оденем. Как зачищается. Кабель. Допустим, на любые такие разъемы. Ну, конкретно возьмем под этот. Как правильно зачистить. Сначала надо одеть кольцо. Вот самое главное. Потом обычно все забывают. Удевается колечко на кабель. Здесь очень хорошо, кстати, потом будут проблемы с ним. Примерно так же зачищается. То есть, экономия не нужна. Все те же самые полтора сантиметра. То есть, тот же самый кран заворачивается. Кстати, чем больше зачистить, тем сложнее потом эту оплетку разбирать. Но это... Желательно разбирать до конца. До упора. То есть, все. Сделали. И, в общем-то, как понять, докуда изолятор-то срезать. Все довольно очень интересно. Обычно берется так. Вставляется кабель. До упора. И вот здесь помечается место. Ну, можно пометить ногтем чуть-чуть. То есть, вот скажем, место это у нас... То есть, одевание где-то вот досюда получилось. Соответственно, вот оно. Ногтем пометили. Соответственно, вот это расстояние, которое не влезло, вот это вот, его нужно отрезать вот здесь вот. То есть, это примерно у нас получается где-то вот так вот, наверное, будет. То есть, все, что не влезло в изолятор, в разъем по изолятору, то и отрезаем. Проверяем. Берем разъем. Значит, пропихиваем. Вот оно практически все село у нас. Не пихается. То есть, все, не пихается. То есть, если бы отрезали бы чуть больше, она бы в него вперлась бы. И у нас бы здесь бы, если бы отрезали чуть больше, было бы вот так вот. У нас вот ровненько. Соответственно, берется игла. Короче, игла-то брачная попалась. Вот это кино. Ну ладно, хоть вам покажем. Короче, смотрите, какая брачная игла попалась. Видно там будет, нет? У ней дырка недосверлена. Слишком мелко. Слишком мелко, да. А если поближе, я понесу. Нет фокуса? Фокуса нет. Ну ладно. Короче говоря, сюда я не знаю, что просунуть. Какие-то три волосина. Но смысл такой, что отрезается под размер. Ну сейчас вот так возьмем. Бракованный разъем попался. То есть вот под размер. Допустим, насколько она должна вставиться. То есть вот отрезается там миллиметр-два. Запаивается и вставляется. Но сейчас попробуем все-таки подобрать разъемчик. У нас они были еще. У меня не бросили там бракованный-то. Ну, короче, не осталось. Один такой был у нас. Ну, примерно как-то так. В общем, то есть, соответственно, где-то примерно откусывается. Примерно вот так. Одевается игла сюда. Одевается иголочка. Запаивается и вставляется. Еще одна особенность. Вообще иглу не видно, да, наверное? Если вот увеличить это само иглы. Ты ее не шевели, я лучше подвину сам. Видно иглу? Так, вот смотрите, значит, у иглы есть юбочка. Вот эта вот. И это такой, как назвать... Правую руку чуть вперед. Вот, стоп. Назад. Стоп. Вот так. То есть вот эта вот юбка, она не дает потом этой игле выскочить из разъема. То есть если вы уже запаяли и вставили в разъем, обратного хода нет, будете потом уже выламывать ее. То есть это такой консовик интересный. Очень хорошие разъемы такие, с такой вещью. Но нужно делать сразу, и все хорошо. С первого раза. Иначе что-то не пойдет. Так, ладно. Покажем то остальное на других проводах. Так, с этим закончили. Переходим к РЖ-11. Начали с середины, теперь отсюда пойдем. РЖ-11. Положим. РЖ-11 зачищается примерно так же, но лучше взять все-таки сантиметра, наверное, 2. Вот так вот. Примерно 2 сантиметра. Так же. Зачищается кабель. Ровненько. В принципе, если хорошо срезали, то он и сам слезет. Снялся у вас. Вот изоляция РЖ-11. Она, наверное, порядка миллиметра. В среднем. То есть оплёточка. На РЖ-11 разъем применяется такой многокомпонентный. То есть у него есть изолятор, у него есть игла и сам разъем. Видно там вода. То есть как одевается. Соответственно, оплётка заворачивается. Особенно стали сейчас много работать с РЖ-11. И надо людям объяснить, как это делается. Приходится каждый раз показывать, кто приобретает у нас провода. То есть заворачиваем. Отступаем те же самые 3 миллиметра от фольги. Не надо больше делать. Сейчас всё объясню, почему. Снимаем. Ну, изолятор тоже такой довольно приличный. Но пальцами гнётся. Но и кабель, так скажем, тоже не самый дорогой из того, что есть. Также видим вот иногда потемнение на кабеле. Соответственно, тоже можно почистить его, если требуется. Дальше. Вот эта игла. Сейчас мы так возьмём её правильно. Она должна одеться вровень с изолятором. Вот так вот. Соответственно, примерно где-то нужно откусить порядка 4-5 миллиметров. Ну, это всё на глаз будет сейчас делать. Так, откусываем, соответственно, на глаз. Примерно этого будет достаточно. Одевать можно рукой, но нужно внимательно быть, чтобы не вторгнуть себе в палец. Вот мы одели. И игла ровно села на кабель. Дальше, соответственно, всё так же, тем же самым ножичком чуть можно пройтись, убрать, чтобы оплётка не заворачивалась ближе к центральной жиле, чтобы не смещать и не нарушать кресовые кабели. И вообще всей системы. Дальше одевается изолятор уже на иглу. То есть, если всё ровно, всё правильно сделано, то он должен одеться вот так вот. То есть, всё будет ровненько. Вот, смотрите. Почему здесь отступается 3 мм? Вот теперь показываем. Соответственно, изолятор должен быть примерно вот так вот одетый. Соответственно, здесь всего лишь накрутится у нас, ну, худо-бедно, на 6 мм кабеля. То есть, в принципе, можно срезать совсем до конца, и тогда кабель, ну, разъём на кабель зайдёт ещё больше. То есть, ну, не больше, чем 3 мм, иначе, если вы отступаете 5, то он практически у вас тут не держится. То есть, вот, такого вполне достаточно. Надеваем. То есть, если оплётку кабеля неравномерно распределить, будет очень плохо заходить этот разъём с резьбой. Вот тут уже нужны 100% пассатижи, потому что очень тяжело наворачивается. Надо надавить и вращать по кругу. Буквально достаточно чуть-чуть его насадить, убедиться по кругу, что он зашёл. Дальше руками это делать уже нереально. То есть, берётся просто пассатижи и просто он нарезается как бы по резьбе. Нарезается он до тех пор, пока изолятор не сравняется как F-разъём. Видать? Как на обычном F-разъёме. То есть, всё должно быть... То есть, изолятор должен подняться. То есть, разъём опускается и упирается в изолятор. Это вы, в принципе, поймёте, когда начнёте заворачиваться, когда он уже дальше не идёт, потому что всё уже вперлось. Дальше не нужно пытаться завернуть. Вот только уже срежете всё оплёткой этим разъёмом. То есть, вот она дошла. И уже, в принципе, при том же самом усилии я не могу ничего провернуть. Всё. Стоит. Вот оно вперлось. Игла, соответственно, болтаться не должна. Вот это вот. Когда всё хорошо затянут, игла намертво стоит, потому что он давит на изолятор, а изолятор давит на изолятор кабеля. Всё порой, подноси камень. Понял. И уже всё хорошо. То есть. Соответственно, так же всё это дело надо заизолировать изолентой. Можно термоусадкой. Если уж работаете с термоусадкой, тогда уж уберите, которая с клеем. Клеевая термоусадка, она стоит дороже, но от неё хотя бы будет эффект. От обычной термоусадки через сезон она просто будет как сопли там висеть, от неё толка не будет, поэтому берите изоленту, не пожалеете. Хорошая изолента стоит недорого. Если её не трогать, она будет вечно. То есть вот разъём мы поставили, на ржай 11-й. Ничего с ним не будет. Хрен его выдрать, потому что накручивали пассатижами. Дальше переходим к 5D-кабелю. 50-омный 5D-кабель. Всё, в принципе, всё то же самое. Принцип один и тот же. Зачищаем кабель. Кабель это у нас 5D-медный. Хансен, по-моему. В хороших кабелях они ни хрена ещё не соединяются, не вынимаются, изоляторы эти. То есть можно чуть поднадрезать, чтобы не рвать кабель вот так вот вдоль. Тихонечко. Не рвяя изоляцию. И сантим. Снимаем. Не дорезался до конца. Подрежем. Ещё. Сняли изоляцию. Изоляция тоже примерно миллиметр. Такая же, как у РЖ-11 по толщине. Такая она любовая. Соответственно, кабель. Это у нас медный. Центральная жила медная. Хорошая плотность оплётки. 5D, 5D-FB. Загибается кабелёчек. Так, вот тут, видите, я забыл. Я забыл. Соответственно, косячок есть. Прежде чем загнуть, нужно сначала одеть нам колечко. Вот это вот обжимное. Представим, что у нас кабель уже протянут, поэтому всё равно придётся одевать как есть. То есть одеваем кольцо, надеваем оплётку. Сюда. И опять же, сколько нам зачистить нужно. Разъёмы все бывают разные. Поэтому придётся мерить. Каждый, ну, если вы работаете с одной партией разъёмов, да, если у вас разъём неизвестный, то что экспериментировать. Берём разъём, одеваем его до уси, до упора. Грубо говоря, ногтём пометили, где там, я не знаю, это вам видно или нет. То есть вот, грубо говоря, видно было, что черканули вот здесь. Соответственно, вот это расстояние надо срезать отсюда. чтобы показать действительно что-то так, давайте срежем только половину. И попробуем одеть разъём на этот кабель. То есть вот здесь нам надо ещё срезать порядка 4 мм где-то. То есть вот мы его одеваем. И вот мы видим, что порядка 3-4 мм вот отсюда она не дошла. То есть вот изолятор впёрся во внутренности соответственно разъёма и дальше нам надо вот это убрать. То есть, конечно, при халтуре голема это можно, конечно, и так оставлять, но желательно, чтобы разъём доходил до начала экрана. Там допускается хотя бы там миллиметр, полмиллиметра. Но вот это не надо делать. Почему? Потому что кольцо, которое будет обжимать, оно у вас зажмётся вот здесь. Вот так вот. Я думаю, видно будет, нет? Сейчас. То есть вот зажимное кольцо, обжимное, зажмётся здесь. Соответственно, вот этот кабель, оплёт кабеля основного, она не зажмётся. Соответственно, при изгибе этого разъёма сразу же здесь будет всё выламываться. То есть, соответственно, должно быть где-то вот, ну, как минимум, вот так вот. То есть, хотя бы 3-4 миллиметра кабеля должны обжиматься. Соответственно, мы это дело снимаем и удаляем то, что у нас должно быть. Срезано. Палец порезал. Подрезал чуть-чуть себе пальчик, ну ладно. Короче, срезаем остальные 3 миллиметра, снимаем их. Вот у хорошего кабеля тоже хрен сожмёшь. Вот изолятор тут очень хороший. Значит, проверяем. Сейчас у нас должно практически вровень одеться всё это дело. Вот оно оделось. И даже если я сейчас силком буду вставлять, видно, что он внутрь не заходит. всё разделано правильно. Соответственно, если мы теперь будем зажимать уже изолятор здесь, то он у нас уже зажмёт и сам камель, как предполагалось, на 4 миллиметра. То есть мы берём, ну представим, что там, допустим, уже есть игла. То есть мы продеваем сюда его. Естественно, он заходить не хочет. Вот так, кустарно покажем, как это делается. Надавили. Ну и, соответственно, дальше уже обжали клешами вот этими. Ну, не будем показывать принципиальное дело. Так, снимаем всё это дело. Сейчас покажем, как это с иглой-то будет выглядеть. Видите, как он уже вроде бы чуть оделся, а уже хрен ты снимешь его этот разъём. Снимем обратно. и теперь уже можно будет снять. Потому что тут на этой рифлёнке всё очень хорошо обжимается. иголка есть у нас там стоит. Соответственно, также одеваем кольцо до конца. Ну, по-хорошему надо, конечно, во что-то упереть. Ну, так, с атишками. Так вот, одели. Это заворачивается и обжимается колечко. То есть, обжимать мы не будем, разъём портить не будем. То есть, всё, вот он, разъём готов. То есть, содрать его отсюда можно, конечно, но, в общем-то, усилие нужно приложить. Вот, если содрать, то вот мы видим вот так вот, такую картину. Соответственно, если мы сейчас, допустим, сюда захотим надеть разъём какой-нибудь, скажем, 5D кабеля, ну, вот такого вот. Точнее, не 5D, а SMA на 5D. Тоже есть такие разъёмчики у нас. Кольцо совпадает. Но иголочка здесь очень маленькая. В общем, такая вот маленькая иголочка. Может быть, видно будет. Не знаю. Здесь немножко другой, принцип схемы. как бы, грубо говоря, откусывается кабель. Ну, заподлицо, грубо говоря. Смотрится, насколько оно осаживается сюда, на этот разъёмчик. Очень плотно заходит. сейчас мы снимем. Здесь даже вот уже видно, как блестяшка селася. То есть, вот столько нам надо будет, в принципе, по большому счёту, срезать, чтобы поставить разъём. Срезали, одеваем иголочку. Этого как раз, наверное, будет достаточно. Ну, может быть, многовато ещё, непринципиально. Ну, чуть, наверное, поменьше можно откусить. Ещё. В принципе, если там виток разъёмов этих поставить, то будет нормально уже. Приноровиться можно. Соответственно, когда это всё запаяно, это всё одевается легко и хорошо. Ну, чуть-чуть не угадали, надо, короче говоря, вот мы так попробовали, соответственно, да, надо чуть побольше было срезать. Соответственно, если мы сейчас зажмём, получим эффект не очень хороший. Соответственно, надо вот ещё досрезать. Но это ладно. Сейчас покажем, в чём разница разъёмов. Есть разъёмы разные, отличаются они, так скажем, иголками. Чем лучше разъём, тем он дороже. Некоторые не понимают. всё, всё, Тоже хрен, вытащишь, что ли. Хорошо засунулся. Вылез вроде. То есть, сейчас покажем вам две иголочки, не знаю, будет видно или нет. сейчас мы зажмём пинцетиком. Руки чуть вперёд. Вот так. Не знаю, наверное, что-то вот так вот показывать. Вот так вот видно? Ниже. Чуть-чуть вперёд до РЖ-11. Руку протянет. Чуть-чуть. Чуть выше. По центру будет. Сейчас. Что мы здесь видим? Чем отличаются иголки? Вот эти вот в разъёмах. Здесь он входит сплошняком в разъём. А здесь вот есть такая юпочка, опять же, защёлкивающаяся. То есть, вот этот разъём потом не вытащить будет. Только, кажется, выдёргивать, вырывать всё. То есть, более качественный разъём. Соответственно, при покупке смотрите, что берёте. Они, кстати, несовместимы. Один не подойдёт другому. Так. Ну, с этим мы вроде закончили. Давайте, соответственно, теперь посмотрим 8DFB кабель. Такой уже серьёзный. Убрал, да? Включение. Значит, одеваем. Соответственно, сразу же кольцо сюда. Здесь уже, конечно, всё минимально. Причём, на разных фирмах всё одинаково. Ещё, значит, такой момент. Смотрите всегда на кольцо, которое берёте в разъёме. Есть кольца очень толстые. Сейчас, не знаю, здесь, наверное, не показать. Таких здесь нет. В общем, толщина кольца бывает очень толстое кольцо, бывает потоньше. С более тонким кольцом легче обжимать разъём. То бывает аж с полмиллиметра, если не больше. Толщина. Также зачищаем, в общем-то, по большому счёту полтора сантиметра, два сантиметра. Не принципиально. Чем дороже кабель, тем он мягче и с ним легче работать. То есть, это вообще мягенький такой, хороший. Есть прорезиненные, есть ещё, но главное, чтобы кабель был ровный, иначе на неровном он очень плотно ходит. Также наблюдаем, что вот чем дороже кабель, тем здесь ничего. Если взять, например, дешёвые кабеля, то эта фольга будет отслаиваться. Соответственно, кабель не очень качественные, такие кабеля не советуем брать. Берите нормальные. Ну, здесь, соответственно, всё то же самое. Вот игла, вот разъём. Надеваем разъём, смотрим, насколько входит. Грубо говоря, там можно ногтём пометить. Вот даже здесь, в принципе, видно, может быть, по свету, что вот здесь вот. Вот он до сюда дошёл, здесь мы пометили. Соответственно, вот это расстояние мы должны отсюда отрезать. Ну вот, чуть меньше, нам отрезать. Давайте отрежем чуть поменьше, чтобы это было наглядно. Видно? Ещё раз. Палец бы себе ещё раз не отрезать. То есть, вот мы видим, что мы отрезали меньше, чем, ну, или примерно столько же, чуть на миллиметр, возможно, меньше. Соответственно, если сейчас взять разъёмчик, мы его оденем. Ну, Да, где-то миллиметр, где-то вплотную подошло. Срезался неровненько. Дальше, соответственно, смотрим, насколько он у нас осаживается. Ну, в среднем, наверное, миллиметра три. Отрезаем. Смотрим. Ну, примерно, там, может быть, треть миллиметра выступает. Не знаю, видно, нет. То есть, вот так вот. Ну, соответственно, кабель ножом поправили. Изолятор, коротышей не было. И, соответственно, представляем, что мы его припаяли. Одеваем. Ну, вот оно. Примерно у нас так и вышло. миллиметрик наш. И, в принципе, можно уже будет его, соответственно, задвигать. Можно еще подрезать, но это уже особенности. Все то же самое. Во что-нибудь уперли. Надавили. Обжали. Получили качественный разъем. 8D. Давайте этот наденем, чтобы красивый был. все без жилы. Или, в принципе, наверное, не надо. Сейчас сравним еще, значит, тогда их по толщине. Центральные жилы. Ну, чтобы представляли, люди имели представление, кабеля. То есть, вот мы так прикидываем, что для интернета, в принципе, неплох работает RG11 кабель. Нет смысла, наверное, переплачивать за 5D. Ну, можно вот еще 5D сейчас зачистим тоже. Френ, какой снять. Нет, не так. Вот примерно эти кабеля такую потерю имеют. То есть, вот этот меньше потерю имеет, этот чуть больше, этот чуть больше. То есть, хотя кабеля, вот, в принципе, 50 Ом 5DFB и RG11 75 Ом, то на расстоянии, скажем, 10 метров вот на RG11 кабеле будет потеря меньше сигнала, даже в том же самом LTE 1800, нежели, чем здесь. Хотя этот кабель будет стоить реально дешевле. Ну, согласование забиваем, но все работает. В общем-то, вот примерно так одеваются провода, разъемы разделываются. Смотрите, пользуйтесь. Тормози. Тормози. Поколи. Продолжение следует...